Единство стиля на загородном участке всегда смотрится выигрышно. Фасад зданий при этом играет одну из главных ролей при создании общей темы всех построек и ландшафта. Ведь фасад, как известно, лицо дома. Предлагаем несколько идей для различных видов жилья. Все начинается с идеи. Идея, которая закладывается изначально и вокруг которой вообще идет развитие, как она правильно обыгрывается. В нашем случае, как идея, был взят ирландский стиль. Кроме основных фасадных решений, для Ирландии очень характерно строительство из необработанного камня. Здесь вы можете видеть, что мы применяем как раз искусственный камень, но с фактурой необработанного камня. Также мы в качестве декоративных элементов используем ирландский орнамент. То есть он придает определенный шарм и как раз дает тематику. В качестве основных элементов конструктивных, ну, как стеновой материал, мы используем современный порезованный керамический камень крупноформатный. Если поподробнее рассказать по фасаду зданий, почему все-таки ирландский стиль, почему именно такой фасад. Ну, я рассказал про камень рваный. Также к нему вы видите, что он абсолютно белого цвета. Это вообще характерно для современных европейских домиков иметь белый цвет. Сам по себе домик начинает красиво играть, когда идет сочетание белого с рваным камнем. К сожалению, в нашем климате использовать недорогие материалы, в данном случае просто поштукатурить, это будет неправильно. Мы используем наиболее качественный материал, мы используем фактурную, скомпозитную штукатурку, которая наносится в несколько слоев, которые являются очень долговечными. С таким фасадом домик простоит много-много лет. Для каждого Ромео очень важно, чтобы у него была Джульетта. И Джульетта, в общем-то, имела свой балкон. И вот как раз у нас можно натурализовать. У нас есть балкон, и при наличии у Ромео и Джульетта она может его каждый вечер встречать с работой, уставшего на этом балконе. Но балкон в нашем случае, он выполнен все-таки как элемент литеративный, на него можно выйти, разумеется. Но есть определенные, конечно, нюансы эксплуатации. Нужно за ним следить, нужно обязательно зимой чистить снег на нем. Разумеется, мы предусмотрели многослойную гидроизоляцию под финишным слоем покрытия балкона. Но в любом случае, такой элемент очень красивый и дает определенный шарм. А вот другой вариант отделки фасада коттеджей. Его основная особенность – материал облицовки стен. Внешний фасад здания выполнен из голландского клинкерного кирпича ручной формовки. То есть это кирпич, который формируется вручную. Это наиболее прочный кирпич, который вообще производится в мире. Он очень долговечный. Клинкерная глина, она очень плотная. И при обработке ее температурной, а его кирпичи выпекают практически, глина меняет цвет. И из-за того, что он, в общем-то, сформован вручную, меняется также и внешняя фактура кирпича. И получается вот такой необычный, насыщенный цвет, который вот, смотрите, какие разные цвета. Здесь практически черный, здесь желтый, здесь красный, оранжевый. То есть потрясающая фактура. Она не только разноцветная, она имеет неровную поверхность, которая придает определенный объем зрительный. Особенно, когда падает свет. Вы можете это видеть на фоне вот этого строящегося дома. Здесь, кстати, очень хорошо видно, из чего мы строим. Если вы посмотрите на внутренние стены, которые видно, видно, что мы строим его из крупноформатных керамических блоков. Это блоки очень качественные и надежные, на которые мы можем спокойно опирать плиты, перекрытия. Мы видим наличие железобетонных элементов, балок, которые здесь мы применяем. Видим металлические конструкции, которые используются на кровле. Все это показывает, что конструктив здания сделан очень надежно и очень качественно. Малоэтажная застройка должна иметь не только качественно выполненные, но и интересные с точки зрения архитектуры фасады. Конструктив стен выполнен из крупноформатных блоков, керамических, теплых, которые позволяют сохранять тепло очень хорошо и при этом очень надежные. Внешняя отделка фасадов, если вы видите, выполнена из керамического лицевого кирпича. Это наиболее надежный материал, который, чтобы понимать, стены Древнего Рима еще стоят. Стоят только те, которые сделаны из кирпича. Если посмотреть на фасад здания выше, мы видим очень большую площадь остекления и применение французских окон. Стили фасадов малоэтажной застройки могут быть разнообразными. Основная стилистика данного поселка – это современный архитектурный стиль, это голландская и датская архитектура. Архитектор специально ездил, настраивался в Голландию, в Данию, чтобы поймать вот этот кураж, поймать какую-то, скажем так, такую искру, божью искру поймать. И он это воплотил здесь. Как один из элементов такой современной архитектуры, если вы можете заметить, здесь используется большое количество остеклений в виде французских балконов, панорамных окон, но нету балконов в нашем классическом виде, лоджий, которые бы со временем обросли всевозможным скарбом, велосипедами и прочей ненужной дрянью. И фасады были бы убиты. Фасадные решения здесь сделаны таким образом, что здесь запрещены будут устанавливать даже кондиционеры на балконе. Для этого специально отведены на крыше площадки для кондиционеров. Фасады совершенно разнообразны. Если мы посмотрим сюда, здесь фасады выполнены с элементами, ну, скажем так, в полосочку. Причем это выполнено таким образом, что существует так называемая внутренняя светлая зона у здания и внешняя темная зона. Это позволяет внутренний двор сделать более светлым и оттенить внутреннюю часть архитектурную. Кроме того, если вы заметите, кроме лицового кирпича на данном фасаде применяется вентфасад. Элементы вентфасады, которые дополнительно отыгрывают глубину окон и дают цветовое решение, более насыщенное. Тем самым фасад по-другому играет. В сочетании с панорамными окнами это дает эффект больше площади освещения и больше глубины здания в фасаде. Если посмотреть на это здание, здесь оно выполнено в основном в светлом кирпиче, два тонна кирпича, бежевый с рваной поверхностью и лицевой обычный камень белого цвета. С соколем темно-серого цвета и темно-серый цвет соколя вставками в фасадными элементами. В качестве дополнительных элементов также используются металл, листы нержавеющей стали. В дополнение к этому будет большая площадь остекления, панорамные французские окна. Здесь мы видим небольшие французские балконы. Также дополнительные стеклянные элементы будут на входной группе. То есть, если вы посмотрите на это здание, ну, видите, оно очень компактное. Третий тип фасадов вы можете видеть издалека. Он исполнен в больше таких таракотовых тонах. Это коричневый, темно-красный цвет, также с темным-темно-серым фасадом и зелеными вставками вентфасада. Очень хорошо вот сейчас видно объем остекления в этом здании. Ну что, какое большое количество света попадает внутрь помещений. Существует бесконечное множество фасадов светлых и темных, деревянных и каменных, украшенных балконами или имеющих большие окна. Главное при выборе фасада решить, какой из них подходит именно вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»